Ревизор в Херсоне. И здесь находится самый большой речной порт в нашей стране. Поэтому мы решили прокатиться на яхте и не просто, а провести тайную ревизию. На борту нас уже ждут креативный продюсер по гармам Ревизора и одна из мам Ревизора Маша Павличук и наш оператор-постановщик Сережин Нагорный. Наша продюсер с оператором под выглядом обычных отдыхающих уже договорились с капитаном про аренду яхты для всей команды. Давайте сразу заплачу. Ви сказали час стою 350 гривен. За шесть часов 2100 получається. Платите. Друга частина команды на подходе. До речи, враховуючи екстремальность ревизии, знімальні вестимуться на непрофесійні камеры. Тому заздалегідь перепрошуемо за якість відео. Здравствуйте. А мы к вам. Заходите. Аккуратно. Зараз я вас буду страховать. Бо стильне аніне вбрання явно не для яхти. Сукенці на підборах геть незручно. Проходим здесь. Чоловіча частина команды почувається більш впевнено. Это Евгений. Здравствуйте. Капитан с десятилетним старшим. Раді знайомству. Все готово, ребят? Да. Ну да. Полний впаре. До свидания. Сказал мальчик, доживая булочку. Как зовут тебя? Гроз Риндер. До свидания, Саша Петров. До свидания. Я тебя под телевизором послеваю. И я тебя, может быть, увижу. Так то озерка ме не встаєть. Я с удовольствием. Шеф-редакторові і яхту з легкістю доручити можна. Полний вперед! Есть, товарищ командир. Місце за штурвалом займає креативний продюсер програми Маша Павлячук. А ми починаємо ревізію. У вас нужно развиваться? А это обязательно? Обязательно. Ну вы почувствуете удовольствие, пролетясь по тику, ребятам. Вот это вот тик. Тиковые ступеньки і на палубе тиковые полы. Вы мне сказали снять каблуки, чтобы я его не повредила. Мягкий, да. Это первое. А второе, каблуки для безопасности снимаю. Чуть-чуть качнёт, нога у тебя подвернулась. Скажите, Евгений, вот то, что мы тут все ходим босыми, не заразимся ничем? Нет, он сам по себе уже является антисептиком. Он не гниёт, да. То есть грибка никакого быть не должно. Заспокоили. Можно осмотреться немножко? Ну а как же? Это кают-компания как бы со столом для расположения гостей, экипажа и так далее. Здесь каюта моя пермога. Здесь полная односпальная каюта. Проходим дальше. Это же полноценная квартира. Только на воде и посеред природы. Гальюн. Место как домашним душем, со всеми делами. Квартирка хоть и небольшая, но с усіма сручностями. У нашего унитазика слабый желудочек. Пожалуйста, не кормите его бумажками. Очень, кстати, деликатно предупредили. Потому что реально, если бумагу бросишь, все, осталось. А куда же туалетную бумагу, если ее нельзя использовать? А вот стоит коробочка. А вот коробочка. А, вот даже ершик. Повний туалетный фарш. Ерш. Ну, в конеце. Покоивок тут точно немае. А вот это? Носок. Я читала в интернете, что для того, чтобы смыть, нужно прокачать 15-20 раз. А никто не казал, что будет просто. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Да вот это все ушло за мной. Уже откатало все. Весь ненужный материал уже ушло за мной. А он там был? Ну, если ты его оставил, он там был. А капитан наш гуморист. Мага для рук есть. Шампунь. Ну, майже, как в простойном готеле. Освежитель воздуха. Сток в полу. Смотри. Чистый. Мне больше всего нравится, что здесь два душа. Душик там один снимается, становится в корму. С кормой можно будет купать. То есть называется кормовой душ. Зручности по максимуму. А воды вообще нету, да? Евгения, а воды нету в кране? Не должно быть. Почему? Потому что кран сломают. Кто? Пассажиры. А душ, если захотят? Ну, вот. Сделаем, если захотят, сделаем. То есть это чинится все? Оно все работает. То есть вы там перекрыли? Включается. Вы там перекрыли? Волшебным клапаном. Совершенно в дырочном. Зовбачлова. А вы сами включаете? Вот здесь все. А, я понял. Вот моя вода включается. Слушайте, у вас с подсветкой. Конечно. Класс. Сучасно. Огнетушитель есть? Ну, а как же? О, вот он. Он рабочий? Обязательно. Переверемо. Огнетушитель сделан в 96-м году. Его явно не заправляли с тех пор. Потому что никаких отметок на нем нет. И на нем тут еще и получено. А чи працюет он доси, достеменно невидомо. Проходим дальше. Там достичная каюта. Чудовый привид поделиться и на ней. Ой. Напомню, какой у тебя рост? Метод 92. С таким взрослом в этой каюте хіба что лежачи помістаешься. У меня, конечно, нет клаустрофобии. Но кажется, что я умер и лежу в гробу. Я вижу потолок. В нем мягкие стены. Не хватает только оборок, вот, и чтобы света не было. И все. А ты можешь просто сюда лицом, но и туда. А, то есть вот так, в принципе, можно лечь? Наоборот. Хорошо. Попробуй наоборот. Да, так удобней. А, это да, еще и окно есть. Майже зручно. Точно. Шкаф. Я куда рече повисати. Точно. Одеял много. Вон, пара паная, кубитая мулю. Удобные полки. Честно, как вот в пригородных автобусах. Вот так вот сел себе, все тут разложил. Сумки. Все распихал. Матрас, ничего. Вроде чистый. Слушайте, это хорошо здесь? Можешь, пожалуйста, уволюйся. Апрацюваты, хто буля? Спали для меня очень низкое, то есть вот только вот так надо стоять. Ну, или голову высовывать в окно. Ну, а так, в принципе, два человека лечь. Могут. Кровать жестковатая, но удобная для таких условий. Хотя я начинаю немного задыхаться и чувствую себя как в крабу. Но, если хочется спать, то есть это делать можно. А можно кофе? Можно. Оцеток сервис. А у вас растворимый или заварной? Здесь заварной, я ставлю. Какое вы хотите? Нам по ложке заварного и просто... Вот, из-за такого ложки растворимого? Нет, такого не надо. Эксклюзивный капитана Каба с гумором. У вас везде встроенная мебель. Это, как, знаете, дизайнеры предлагают. Когда, говорят, у вас маленькая площадь, используйте каждый квадратный сантиметр. Совершенно. Ты сидишь на банке, там аккумулятор, там зарядное устройство, там якоря. Тут совсем что-то где-то спрятано. Тут туалет, тут шкаф. Пространства-то мало, потому его нужно экономно использовать. Здесь хранятся продукты. Ну и самое холодное место здесь. Рационально. А плита у вас на две конфорки. Ну, в принципе, это что, одному хватает? Да что, одному? Да. На соревнованиях у нас здесь шесть человек гоняются. Здесь шесть человек сядут? На соревнованиях. Здесь садится 18 человек, на самом деле. Это ж какого размера? Любого. Уже проверено. Простите, вокруг стола, да? Не только на диваны, но на чем они садятся? Ну, вот такие, допустим, там. Так это же, если шатнет, то можно и... Нет. Ну, они же садятся, когда уже... Садятся? О, я поняла! По поведению бога у подборки. Это не только для того, чтобы не ездили чашки, а для того, чтобы держаться руками. Плюс очень удобно играть в карты. Кому що? Ну что, не выпадает ничего? Большое спасибо за кое-что. Спасибо. Евгения, почем? Так, що в саді? Ви ж гости. Сподіваємось тут всі гости і так пригощають. Але повернемось до ревізії. Евгений, у вас є жилет? А що є? Жилет і є. Хочем померять. Бо безпека на воді. Понад усе. Можна нам їх роздати? Нас скільки? Нас шестеро. Поберемо. Чотири только, да? Шесть. На наших хлопчиків дитячі жилети точно не налізуть. Слушай, так, наверное, да, так удобнее. Машка, может быть, она самая изящная. Маша, как там тут? Отличный капитан. Здається, Маші з легкістю дається роль шкіпера. А это для Маши? А там. Але на дорослую людину дитячий жилет не розрахований. А як же Аня? Аня, это тебе. А ты какой-то особенный? Это мой личный. Ух ты! Так, один есть. Да, детский один. У нас есть четыре есть. Каких четыре есть? Пять у нас сейчас есть? Пять. У нас шестеро, да? И плюс капитан. Сэммеро. Ну, накопали пять. А должно быть на количество пассажиров и на количество членов команды. То есть двух на борту не хватает. Кубок ходит. Та и той дитячий, что на Маши, у випадку чого не врятует. Ну что, моряки, взявайте, облачайте с ним. Сережка, надевай, не медленно. Мы на права не делаем. Как это? Так. Отлично. Это написано для детей. Ну да. То с пяти оградуальных жилетов дитячих два? Але ж тут усі дорослі. Так что вот так его просто руки просовывай. Надевай, мы завязываем. Чип. Помощь друга. Цей жилет тільки для селфи и педита. Селфи делаем? Конечно, давайте. На згадку. Но это еще не все. Перевирка безопасности на яхте тревает. И команда ревизора подготовила провокацию. Тупеньки. Да, для купания. Так, смотри, что он не закреплен. Здесь, конечно, скрязковато. Ну вот реально ноги скрязать моментально. Если вот здесь не держаться, то и улететься сразу. Это самое главное, чтобы не работал мотор. Вот винт. Будет больно. И смертельно небезпечно. Аккуратно. Вот. Скользко. А теперь увага. Маша! Она в одежде. Маша! Маша, ты отплывай, не догонишь. Ты отплывай. Маша, ты поскользнулась или что? А что ей бросить? Ничего не надо ей бросать. А вдруг она не выплывет? На счастье, плавает Маша, как рыба. Смотри, вот. За разом и наявность ритуального кола проверила. Маша правильно взяла круг, да? Это правильно. То есть в него не влазит тело, мне надо ничего. Какое действие сделала, подтянула. Наша продюсер и на ритуальных заходах, знаете. Я не буду сама поднимать или у тебя в одних столкну. Трошки пиццкой, ну, если тут реально скрязковато чуть-чуть. А вы спокойны, потому что мы стоим, мотор не работает, парус попущен. Она пришла покупаться. Провизорская провокация не дуже вдалася. Слушайте, а у вас были случаи, когда выпадали? У меня свадьба. Ой-ой-ой-ой. Забр. Они все сразу? Они сумасшедшие просто. Инколи мы своими провокациями не краще. У вас есть полотенце? Сейчас я иду в полотенечко. Да, все нормально. Смотри, удовольствие. Провизор, проверяй. Что проверяй, тебе уже любое подойдет. Ну, в данном случае уже не до чистоти рушника. Головное, не захворите. Я не могу вам не задать этот вопрос. У вас аптечка есть, кстати? Смотрите. А покажите? Швидкою медичная допомога не будет. Бо аптечку довгенько шукати доводится. Смотри, на любой цвет и путь. Аптечка, раз. Жгут. Активированный уголь. Зеленка. Йод до 2000 года. Валидол до марта 2008 года. Все лики прострочены? Вата, 80-й год. Черкасская вата. А она же не пропадает. Ну да, вата не пропадает, а валидол, может, перестает действовать. Цю аптечку уже давно нужно уновить. Активированный уголь за 3 копейки. Я беру, где дают? Десь у 80-х года. Как приходилось пользоваться? Не раз. И слава богове. Аптечка, к сожалению, не очень. В этой аптечке, вата, 80-го года, активированный уголь, который стоил 3 копейки. Понятное дело, что это давно пора поменять, потому что даже у лекарств есть сроки годности. И допомогти простроченными леками навряд чи вдасться. Можем разворачиваться? Да. Ревизию яхты закінчено. Можно просто відпочити. Айсберг по курсу не намечается. Все хорошее рано или поздно заканчивается. 21-27, мы возвращаемся на берег. У меня есть что рассказать. Все, до свидания. Мы провели тайную ревизию на яхте прямо во время прогулки в Днепровских плавнях в Херсоне. Цены. Аренда яхты в час стоит 350 гривен. Безопасность. Огнетушитель по правилам пожарной безопасности нужно заправлять не реже, чем раз в пять лет. Здесь мы нашли один, очень грязный и старый, еще с 1996 года. С аптечкой та же проблема. Некоторые препараты в ней лежат еще с 1980 года, буквально с прошлого века. Спасательных жилетов на шестерых членов команды «Ревизора» хватило с натяжкой. На яхте должны быть в наличии жилеты для всех, кто на борту. Когда наш креативный продюсер Маша Павлючук упала за борт, по крайней мере спасательный круг был под рукой. Прогулки на яхте — это яркое и сильное впечатление. Но наша команда предупреждает, его может испортить даже самый незначительный несчастный случай. И важно, чтобы вам смогли не только прийти на помощь, но и оказать ее. Пока требования безопасности не будут соблюдаться безупречно, «Ревизор» не сможет рекомендовать отдых на арендованных яхтах. Субтитры создавал DimaTorzok